МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Корреспонденты Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Акиматы Караганды и Карагандинской области на последнем месте в республиканском рейтинге. В день пожилых людей забыли о бабушках. 4 октября мусульмане всего мира отпраздновали великий праздник Курбан-Айт. В Карагандинской областной мечети собралось около 5000 человек, чтобы прочитать Айт-Намаз. Первый день священного праздника Курбан-Айт, как и положено, начался с утреннего намаза. Главный имам Карагандинской областной мечети о мерзах Беккожа прочитал молитву и рассказал об особенности священного праздника Курбан-Айт. Поздравить жителей города с праздником Курбан-Айт приехал заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Курбан-Айт Курбан-Айт – это праздник окончания хаджа, отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. В этот день верующих призывает к благодеяниям, творить добро и милосердие, помогать больным и нуждающимся, накормить бедных и голодных. Также в этот день каждый верующий должен совершить обряд жертвоприношения. И как сказал пророк Мухаммад, мир ему, что тот, кто совершит жертвоприношение, то Аллах простит его грехи, и его грехи спадут с него, как листва спадают по осени с деревьев. Поэтому верующие мусульмане, совершайте жертвоприношение ради своего Создателя, и иншаллах ваши грехи будут прощены. В этот день у каждого мусульманина должен быть накрыт дастархан, ведь к нему в любую минуту могут зайти гости или представители духовенства. И самое главное, угощать гостей нужно от чистого сердца. Викзат Аликайдаров, Шалкар Алтымбеков, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. В праздник мусульман всего мира Курбанайта и в городской мечети также было многолюдно. На утренний намаз собралось много людей. Карагандинцев с праздником поздравил Аким города Караганды и Нурлана Абакиров. Самый важный для мусульман – первый день Курбанайта. В этот день в мечетях читается айт-намаз. Именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за щедро накрытый дастархан. Этот праздник несет в себе глубокий смысл. Совершая жертвоприношение, в этот и последующие дни мусульмане благодарят и восхваляют Аллаха, помогают нуждающимся. Хочу всех собравшихся поздравить с этим важным и значимым праздником всех мусульман. Пусть Аллах дарует вам, вашим семьям мир и добро. Курбанай – главный праздник мусульман всего мира. Он олицетворяет заботу о ближних. Праздник отмечается в течение трех дней. И в это время мусульмане приносят в жертву одно из животных – овцу, корову, барана или верблюда. Большая часть мяса, принесенного в жертву, отдаются малоимущим – сиротам, престарелым. Конечно, радует, что в такие праздники собирается много каргандинцев в Доме Аллаха. У мусульман считается, что в дни Айта нужно быть в хорошем настроении, приветливыми и снисходительными. Пусть Аллах не спошлет нам счастья и много добра. Считается правильным в этот день прощать друг другу старые обиды, посетить больных, по возможности помочь нуждающимся сиротам и вдовам, дать им почувствовать атмосферу праздника. Все это в списке благих дел, которые можно совершить в эти дни, чтобы получить САУАП – небесное вознаграждение. В день Арафата праздничного дня «Всепрощение» накануне Курбанайта на площади перед главной мечетью прошли традиционные казахские гуляния. В этот день все желающие могли отведать вкусного плова и выпить горячего чая. На площади перед главной мечетью было шумно. В пятницу в священный для мусульман день прошли предпраздничные гуляния накануне Дня Жертвоприношения. Отслужив обеденный намаз, горожане вышли на улицу и с удовольствием приняли участие в празднованиях. Карагандинцы в этот день играли в асики, перетягивания каната, боролись друг с другом. После этого веселого времяпровождения все желающие угощались горячим пловом. «Мы надеемся, что будут восприняться Всевышним все наши молитвы, все наши поклонения, все наши благодеяния. Иншаллах». По словам имама, когда накануне Дня Жертвоприношения совпадает День Арафата со священным для мусульман Днем Пятницы, год будет благодатным. «Вклад Карагандинской области в создание продовольственного пояса столицы с каждым годом будет расти», заявил Аким области Нурмухаммед Абдибеков. «В первую очередь мы обеспечиваем Астану плодовощной продукцией. У нас достаточно неплохо развивается картофелеводство. Я думаю, с годами доля карагандинской плодовощной продукции на рынке столицы будет расти», отметил глава области Нурмухаммед Абдибеков в интервью с журналистами в ходе сельскохозяйственной ярмарки в Астане. 4 октября в Астане проходила сельскохозяйственная ярмарка Карагандинской и Актюбинской областей. Карагандинцы привезли в столицу более 800 тонн продукции, в том числе овощей 250 тонн, картофеля 450 тонн, 60 тонн мяса. Глава региона Нурмухаммед Абдибеков отметил, что в регионе совместно с КАЗ-Агро принимаются меры по развитию животноводства, будут строиться откормочные площадки, вплоть до того, что рассматривается проект на 12 тысяч голов крупного рогатого скота», – озвучил планы глава региона. «Мясная продукция тоже пойдет в Астану», – подчеркнул он. «Самое главное – наращивать объемы продукции и держать цены», – резюмировал Аким Карагандинской области. Аким Астаны, Евангалия Тасмагамбедов, считает значимым клад ближайших соседей Акмолинской и Карагандинской областей в наполнение столичного рынка отечественными продуктами. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин» «Профиль Галвин» 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка – серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин – морозостойкий, надежный, прочный Праздник Добросердеча начался в день пожилых людей Но он стал праздником не для всех Либо людей преклонного возраста у нас прибавилось, либо у нас память коротка По разным причинам мы забываем поздравить наших стариков Не всех людей преклонного возраста поздравили 1 октября А ведь им так много и не надо Пара теплых слов, чуточку внимания и вы уже сделаете им незабываемый праздник Можно забыть поздравить с днем рождения Но никак нельзя забывать отдать низкий поклон бабушкам и дедушкам в день пожилых людей Отзвучали праздничные дни, а вот пенсионеров Валентину Барашкину и Юлию Клочкову не вспомнили ни единым словом Обе женщины проработали не один десяток лет на хлебзаводе И вот в этот милый и добрый праздник пенсионеров завод не поздравил Валентина Барашкина проработала на хлебзаводе ровно 40 лет По словам женщины, ей ведь и не так много надо, всего лишь внимания Все-таки столько лет проработать, проработать и этих людей забыть Вот, которые там мы дневали и ночевали Недорог этот подарок, просто, понимаете, внимание, внимание вот это И для другой пенсионерки, ветерана труда, 84-летней Юли Клочковой, материальные подарки не так важны Словом даже не поздравили Конечно, очень-очень обидно Недорого это нам ничего Но дорого, как говорится, недорого ответа Обета, дорог привет Возможно, кому-то безразлично Поздравят их с тем или иным праздником или нет Но для них, для тех, кто прожил долгую жизнь, важно Жизненно необходимо знать, что их помнят, уважают Вы можете из-за работы и других дел забыть их поздравить в этот год А помнится лишь в следующем Но ведь их может уже и не быть Все чаще встречаются случаи мошенничества, жертвами которого может оказаться каждый из нас Аферистка Любовь Петровна Юдина не разрабатывает сложных комбинаций Ее жертвой стала беззащитная инвалидка из поселка Шахан Она грубая женщина, потому что она мои деньги забрала Инвалиды и пожилые люди – самые незащищенные граждане, которые ищут поддержку И нередко они оказываются под негативным влиянием безжалостных мошенников После кончины своих родителей она осталась без документов, без государственного пособия Ну вот отдали, она одна с ней ездила С ней оформляла документы в ГЦВП Потом мы узнали, она указала счет, оформила пластиковую карточку И незаконно просто удерживала документы и снимала денежные средства с ее счета Любовь Юдина – пенсионерка, бывший учитель Как говорят люди, верующий человек, которая постоянно ходит в храм, оказалась аферисткой Как можно не поверить такому положительному на первый взгляд человеку? Фарида Хужина – инвалид второй группы Ее отец обратился к Любови Петровне за консультацией и попросил помочь оформить несколько документов Так она стала почти доверенным лицом семьи Два года назад Фарида осталась без родителей и жила одна Как выяснилось позже, мошенница стала перечислять все пенсионные начисления инвалидки на свою карточку За все время она получила более 700 тысяч тенге На данный момент Фарида живет с сестрой и ее мужем Они оформили опеку над ней и теперь хотят добиться справедливости Сама Любовь Петровна не признает своей вины и грозится подать в суд за клевету Вообще тут в шоке, как это все, можно так все сделать Можно взять любого человека, прийти, привезти и сказать Вот я его нашла, он такой сякой, вот я хочу быть такой доброй и быть хорошей Получается так, можно все это сделать Что мы хотим? Мы хотим, конечно, добиться То, что мы бьемся уже два с лишним года Добиться справедливости Мы вместе с Фаридой и ее опекунами отправились домой к мошеннице Но дверь нам так никто и не открыл На следующий день мы позвонили ей и она согласилась с нами встретиться Но встречи не получилось, на связь она не вышла Нам опять никто не ответил Сейчас в прокуратуре ведется расследование по этому поводу Ситуации в жизни бывают разные, поэтому нужно быть очень бдительным Как говорится, доверяй, но проверяй Лариса Хусынова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский Продолжаем выпуск 27 ноября школа-лицей номер 9 стала знаменитой Между учениками младших классов произошла драка Все бы ничего, однако один из одноклассников снял это событие на свой мобильный телефон А другой мальчик-приятель выложил это видео на Ютуб Можно представить, какой ажиотаж это вызвало Среди чиновников и даже журналистов дерутся школьники младших классов На видео видно, что дети пытаются выяснить отношения с помощью кулаков Никто к ним не подходит и не разнимает В конце видео у одного из драчунов в руках появляется бутафорский нож Такие ножи продаются в любом магазине игрушек Ребенок просто размахнулся на своего обидчика Действительно это страшно, когда у детей возникают такие вспышки ярости друг на друга И в руках появляются хоть игрушечные, но ножи Можно поблагодарить Бога, что школьники просто потолкались, пару раз ударили друг друга и разошлись Ведь бывают случаи и пострашнее, когда такие драки приводят куда более серьезным последствиям После этого учителя проводили с детьми воспитательные беседы Дабы разъяснить им, что такое поведение неприемлемо Но, как говорится, нашим только повод дай Городские органы образования тут же отреагировали Родители стали вызывать в школу Сегодня наша съемочная группа побывала в школе-лицее номер 9 Дети и родители были взволнованы Школьников довели до слез Дети настолько запутались, они даже не знали, в чем уже и виноваты Родители не разрешили взять интервью у детей Однако одному местному каналу Тимиртау удалось поговорить с маленькими участниками драки Правда, они тут же начали плакать Все дети были в подавленном состоянии Но некоторые родители даже смеялись, в отличие от переживаний своих детей Да, случаи страшны Игрушечный нож впоследствии может превратиться в настоящий Следующая драка может окончиться куда более страшно Но прежде чем обвинять детей и проводить все эти разборки Нужно просто предотвращать и обращать на них больше внимания Не нужно думать, что наши дети глупые и агрессивные Им стоит один раз объяснить И они поймут, что так вести себя нельзя Ведь в конечном итоге дети берут пример с нас Взрослых делайте выводы, господа Акиматы Караганды и Карагандинской области на последнем месте в республиканском рейтинге С 20 по 27 сентября текущего года исследовательское агентство rating.kz провело экспертный опрос Направленный на получение максимально объективных оценок относительно качества работы акиматов областных центров Было опрошено 86 экспертов, преимущественно представляющих регионы страны Карагандинский ИВС заполнен высокопоставленными чиновниками Раскручивая дело экс-акима области и его команды За два месяца под стражу взяли бывшего акима города Мирамас Могулова И также бывшего начальника земельного отдела Ярнара Дарибекова Их обвиняют в махинациях с землей, после которых лакомые участки достались родственникам чиновников Официально было объявлено о недоверии исполнительной власти на заседании Палаты предпринимателей Карагандинской области С участием представителей Национальной палаты Именно в Караганде были названы именно тех, кто препятствует развитию предпринимательства Каждый второй чиновник земельного управления уже написал заявление об уходе с работы Потому что сами, наверное, поняли и оценили, что они негативно влияют на развитие предпринимательства Как считает член президиума НПП Талгат Доскенов, это серьезное заявление о победе Национальной палаты предпринимателей Поэтому решено назвать фамилии злостных нарушителей прав Это своего рода предупреждение, своего рода общественный трибунал предпринимателей Где озвучиваются именно тех, кто мешает развитию нашей экономики Аресты в Карагандинском суде, кажется, поставили на поток Сегодня первый в очереди отставной градоначальник Мирам Смогулов Действительно, история с ним вышла пренеприятнейшая За компанию со Смогуловым на скамье подсудимых и его подчиненные В должности начальника земельного отдела Ярнар Деребеков отработал всего год Утверждает, что решение по участкам принималось коллегиально А поэтому он лично ни в чем не виноват Вот только земли эта фирма не застраивала, а тут же перепродавала И никто не удивился, когда среди покупателей весьма завидных участков Нашлись люди, очень близкие чиновникам Следователи утверждают, что простые очередники участки не получали А вот снохи экс-акима, мать заместителя начальника земельного отдела И приближенные других чиновников успели занять местечко в центре За Смогуловым, кроме земельного, числится еще и дело с фонарями Погрешности нашли при заключении договоров при установке столбов уличного освещения Не забытая история и с ремонтом его особняка Как известно, его бесплатно приводила в порядок фирма, строившая дома по госпрограммам Руководитель Казахстанской ассоциации предпринимателей, член президиума Национальной палаты предпринимателей Талган Дускенов Не так давно был в Караганде и дал оценку всем жалобам предпринимателей, касающихся земельных отношений В интервью журналистам он уточнил, что имена чиновников были опубликованы в газете «Индустриальная Караганда» от 25 сентября На каждого государственного служащего мы собрали соответствующие документы Так называемое юридическое досье, с которым журналисты, предприниматели и юристы могли ознакомиться Мы понимаем, что существует презумпция невиновности, но те имена, которые были озвучены, на них соответствующие доказательства были Это и заявления предпринимателей, и соответствующие документы, которые подтверждают волокиту, что создавали условия и барьеры, чтобы предприниматель не смог в законодательном порядке оформить земельные участки Рассказывает Талган Дускенов Ареста бывшим чиновникам избежать не удалось Вслед за бордюрным королем, экс-главой области Баужаном Абдишевым, их отправили в изолятор, где уже, похоже, наметился дефицит камер Как иначе объяснить, что часть чиновников, фигурирующих в делах, пока оставлены под подпиской? Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский Продолжаем выпуск 6 октября Аким области Нурмухаммед Абдибеков провел совещание, на котором был рассмотрен ход реализации поручения главы государства по программе Ахбулак В текущем году планируется завершить строительство 15 объектов водоснабжения в Актугайском, Бухаржирауском, Жанаркинском и Улытауском районах Также в городах Караганда, Тимиртау, Приозерск и Сапаев О текущей ситуации по этому вопросу доложил руководитель управления энергетики ЖКХ Сергей Касимов Он сообщил, что за три года реализации программы в регионе введено в эксплуатацию 50 объектов водоснабжения Реконструировано и построено свыше 800 километров водопроводных сетей В результате увеличилось число сельских населенных пунктов с централизированным водоснабжением Качественную питьевую воду получили более 150 тысяч жителей Строительно-монтажные работы на объектах водоснабжения в сельских населенных пунктах близятся к завершению В октябре большинство из них будет принято в эксплуатацию В итоге на начало 2015 года централизированным водоснабжением будет охвачено 224 сельских населенных пункта Или 53,5% от их общего количества Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из самых, наверное, приоритетных задач, которая стоит перед государством В соответствии с региональным планом по реализации программы АКБУЛАК До 2020 года намечено строительство водопроводных сетей в 116 селах А в 40 населенных пунктах строительство канализационных сетей и очистных сооружений Аким области дал ряд конкретных поручений, касающихся строительства объектов, запланированных на текущий год Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский Боевая ничья на 28-м туре чемпионата Республики Казахстан по футболу в матче между Карагандинским Шахтером и Алматинским Кайратом Счет 0-0 Это лишь принесло одну очко нашей команде и прервало серию побед Кайрата Несмотря на холод и непогоду, преданные болельщики пришли поддержать Горняков После свистка арбитра начать игру на трибунах болельщики призывали нашу команду только к победе Желание выиграть у подопечных Виктора Кумукова было видно на протяжении всей игры, но не хватало немного везения На 15-й минуте первого тайма Андрей Финончика делает навесную передачу Защитник Кайрата принимает мяч на голову и ошибается Роман Муртазаев рвется вперед и упускает свой шанс Не раз была возможность у молодого доктора Женгл Шпая забить, но ему не хватало совсем немного Также Улан Хон Спаев и Андрей Финончика нагнетали обстановку возле ворот Кайрата, но защитники были на местах Гости тоже пытались пробить ворота Александра Мокина, но вратарь Горняков парировал все атаки После первого тайма счет на табло не дрогнул Во втором тайме было немало голевых моментов В начале тайма очень остро атаковали игроки Кайрата, но наши защитники и вратарь выполнили свою работу на отлично Оставив ворота нетронутыми Также и Шахтер рвался вперед Была отличная возможность забить у Андрея Порываева, но сработано было не точно Счет на табло так и остался нетронутым 0-0 Почему же никто не смог забить? На этот вопрос ответил тренер Шахтера Виктор Кумуков Ни один тренер в мире вам не скажет, почему не забивает голы Голы забивать не научились, здесь человек или умеет забивать или не умеет Они были эти моменты и надо было их реализовать Но к сожалению не смогли, хотя обе команды пытались выиграть моменты и у них и у нас были Но к сожалению мы не смогли забить Ничейный счет принес обе команды по одному очку Шахтер замыкает шестерку лидеров А Кайрат с 34 очками лидирует в турнирной таблице Сможет ли Шахтер побороться за призовое место, покажет время Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Бахтяр Аспанов, первый Карагандинский В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги Карагандинский хоккейный клуб Сарарка На выезде прервал серию поражений от Орского Южного Урала с разгромным счетом 7-2 Матч для Сарарки против Южного Урала был принципиальным Напомню, что в прошлом и позапрошлом сезоне Орская команда выигрывала по два раза в сезоне Первый период матча оказался довольно острым Атаковали обе команды, но более удачливыми оказались подопечные Алексея Фетисова Затолкав шайбу на 16-й минуте в Южно-Уральские ворота Чтобы засчитать балл, суде пришлось посмотреть видеоповтор 1-0 Сарарка выходит вперед, благодаря усилиям Александра Юксеева Во втором периоде, воспользовавшись большинством Сараркинцы Евгений Белухин и Сергей Лизаров Записали шайбы на свое имя, но и арчане не отсиживались Завершая контратаку, Илья Малюшкин сокращает разрыв в счете Третий период для нашей команды был более результативным Олег Ломака оформляет дубль, а Евгений Белухин и Егор Шастин забивают по шайбе Лишь одну шайбу забивает игрок Южного Урала Руслан Хасаншин Окончательный счет 7-2, победа на счету Сарарки Наш клуб после 10 игр с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Следующий матч пройдет дома 7 октября будем встречать Челябинский Челмет Это все, о чем мы хотели вам рассказать Спасибо, что были с нами Всего доброго Аман Сау Болымызлар